Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машины шин. Для вас самые последние новости и исторические факты из мира шин и автомобилей. С 1 мая 2021 года в Евросоюзе вводят новые этикетки для автомобильных шин, на которых появится дополнительная информация о пригодности шин для эксплуатации на снегу и льду. Мы уже рассказывали об этом в одном из выпусков наших новостей. Теперь появилась более расширенная информация об этом новшестве, которой мы решили с вами поделиться. Что же изменилось и что осталось прежним? Как и раньше на этикетках будет отображена информация о сопротивлении качению шин, сцеплению на мокром покрытии и уровне внешнего шума. Изменили количество классов. Если раньше шины получали рейтинг по шкале от A до G и оценка D не использовалась. Теперь шинам будут присуждаться оценки от A до E и будут использоваться все обозначения. Кроме того ранее уровень внешнего шума обозначался в децибелах, а теперь этому параметру тоже будут выставляться оценки от A до C. В верхнем правом углу этикетки расположен QR-код, отсканировав который можно получить дополнительные данные о шине. Информацию обо всех шинах будут добавлять производители. К примеру можно будет узнать о старте или завершении производства шин определенной модели. Ну а самым главным изменением стало то, что шинные производители наконец решили провести границу между шинами для мягкой европейской и суровой скандинавской зимы. В первом случае будет использоваться уже применяющийся сейчас символ 3PMSF. Это гора с тремя пиками и снежинкой внутри. Это европейская зима. Если добавлена пиктограмма айс-грип, значит шина для суровой скандинавской зимы. Предстоящей зимой внимательно смотрите на этикетку шину, которую покупаете. Думаю фраза «дайте две горы» будет самой популярной в шинных магазинах. Следующий репортаж касается так популярной в последнее время темы электрического транспорта. Мы уже рассказывали об электромобилях. Теперь настал черед двухколесного транспорта. Речь пойдет об электромотоциклах. Уже давно существуют производители электрических мотоциклов, модели которых не уступают своим собратьям с двигателями внутреннего сгорания и превосходят их благодаря своему бесшумному вождению и отсутствию выбросов в атмосферу. Легендарный Харлей Дэвидсон. Икона мирового байка представляет вашему вниманию Харлей Дэвидсон LifeWire. В самой компании считают эту модель самым спортивным Харлеем, который вы можете купить в настоящее время. Производитель указывает мощность в 106 лошадиных сил, максимальную скорость 177 км в час. Он разгоняется с нуля до сотни за 3 секунды. Запас хода составляет приблизительно от 120 до 240 километров в зависимости от стиля вождения. Цена этой модели 32 995 евро. Конечно, электрическая версия Харлей отличается от его классического собрата. Но веяние времени заставляет производителей менять привычные формы. Кстати, пандемия коронавируса отчасти стала неким ускорителем использования электрических средств передвижения. Жители Южной Америки, столкнувшись со страхом снова передвигаться в общественном транспорте из-за COVID-19, помогли подъему индустрии электрических велосипедов. Согласно данным опроса Road Electric, компании, которая производит и продает электровелосипеды, 48% опрошенных начали бы использовать электрический велосипед, опасаясь контакта с другими людьми. Кроме того, 27% выбрали бы его из соображений экономии, 15% во избежание проблем с дорожным движением и 10% из соображений комфорта поездки. Road Electric произвела первый электрический велосипед в Латинской Америке, но спустя годы расширила свое предложение, включив концепцию использования обычных велосипедов для превращения их в электровелосипеды через технологию G-Road, которая адаптируется к любому типу велосипеда, стоимость которой составляет 79 900 долларов. Цена, скажем так, не очень. Между тем, стоимость складных электрических велосипедов Road Electric начинается со 125 700 долларов наличными. Но я еще раз повторюсь, цены, скажем, не самые гуманные. Но чего не сделаешь ради безопасности своего здоровья. И в завершении поговорим о шинах. Немецкий журнал Автобилд опубликовал результаты уже второго теста спортивных летних шин в этом сезоне. На этот раз сравнивали шины для компактных автомобилей Volkswagen Gold GTI, Audi S3 и других. Были протестированы 15 шин размерности 235-35R19 из всех сегментов рынка, от премиум до эконом. Список участников перед вами. Методика проведения тестов была привычной и не отличалась какими-то нововведениями. Разгоны, торможение, управляемость, сухое, мокрое покрытие. Результаты тестов, оглядываясь на список, были отчасти предсказуемы и сенсаций не случилось. Топовые продукты от ведущих производителей демонстрируют высокий уровень технологичности и обеспечивают не только удовольствие от вождения, но и высокий уровень безопасности. Тогда как шины на последних местах покупать настоятельно не рекомендуется, отметили представители автобилд. Пятерка победителей. Michelin Pilot Sport 4S, Bridgestone Potenza Sport, Continental Sport Contact 6, Pirelli PZero PZ4, Hankook Ventus S1 EV3 K127. Все модели рекомендованы к покупке этим летом. Ну вот и все на сегодня. Ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся через неделю. Подписывайтесь на наш канал Шинный Эксперт и посетите наш сайт интернет-магазин 4точки. Профессиональный эксперт в области шинодисков. Выбирая шины для спортивной манеры вождения, обратите внимание на шины Michelin Pilot Sport 4S. Более отзывчивой шины на поворот руля и максимальной устойчивости на дороге и виражах вам не найти. Удачи на дорогах!